Парламентария окружного собрания Максим Малышев может лишиться своего депутатского мандата. Досрочное прекращение полномочий связано с утратой доверия из-за непредоставления депутатам сведений о доходах и имуществе. Напомню, предоставлять сведения депутаты должны ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Но Максим Малышев эту норму нарушал неоднократно. Максим Малышев в Заксобрании Нейнского округа был избран в сентябре 2014 года по единому многомандатному округу. Его кандидатура на депутатский пост была предложена Всероссийской политической партией «Гражданская сила». Вместе с депутатским мандатом Максим Малышев получил и обязанность ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. Норма закреплена федеральным законом и законом Нейнского округа, но депутат уже дважды нарушил ее. Первый раз он не предоставил сведения в 2015 году. В 2018 уже второй случай. В 2015 году данным депутатам уже игнорировались требования закона. Тогда тоже у нас со стороны прокуратуры было письмо в адрес собрания депутатов. Но на тот момент у нас в законодательном федеральном не предусматривалось меры ответственности для таких депутатов, которые не предоставляют сведения о доходах. Но на следующий год у нас федеральный законодатель этот пробел устранил и такую меру ответственности в законодательстве закрепил. Следуя букве закона, депутат Максим Малышев за непредоставление сведений о доходах и имуществе за 2017 год может быть лишен депутатского кресла. Впрочем, кресло его пустует уже с марта прошлого года. Именно с того времени депутат не является на заседании регионального парламента. Конечно, мы пытались очень тщательно подойти к проверке и принятию решения по этому вопросу. Потому что, с одной стороны, мы должны соблюсти интересы той большой группы населения, которая представляет собрание депутатов Малышева Максима Васильевича. Тех людей, которые проголосовали за партию гражданской силы и надеялись на их представление, представление их интересов в собрании депутатов. С другой стороны, есть требования законодательства, которые одинаковы для всех депутатов, выбирались ли они по одномандатным избирательным округам или по партийным спискам. Поэтому есть необходимость четко следовать требованиям закона. И решение мандатной комиссии должно быть направлено именно на такой результат. Факт непредоставления сведений за 2017 год депутатом Малышевым был установлен управлением делами аппарата собрания депутатов Нейнского округа 2 апреля текущего года. Через две недели, как и положено по закону, данная информация была опубликована на официальном сайте окружного собрания. Еще через несколько дней принято решение о проведении проверки по данному факту. Комиссия считает, что факт непредоставления сведений по состоянию на 2 апреля 2018 года депутатом Малышевым был установлен. Объяснение по данному факту Малышевым не представлено. На основании изложенного и в соответствии с пунктом 2, части 1, статьи 13.1 федерального закона о противодействии коррупции, депутат Малышев подлежит освобождению от должности в связи с втратой доверия. В комиссии принято решение о сведении о результатах проверки направить депутату Малышеву, а также в мандатную комиссию собрания депутатов Нейнского округа для решения вопроса о досрочном предотвращении полномочий депутата и освобождении его от должности в связи с втратой доверия. На этом же настаивает и прокуратура округа. Соответствующее представление председателю собрания депутатов было внесено региональным прокурором. Это будет, грубо говоря, таким вот примером того, что у нас таких случаев до этого момента не было. К ответственности в основном привлекаются у нас служащие государственные и муниципальные. Вместе с тем для тех новых, в том числе депутатов, которые у нас будут избраны в сентябре, это будет как таким примером, что вы, заступая на этот пост, несете и ответственность за исполнение тех обязанностей, которые установлены законом. Окончательное решение об освобождении Максима Малышева от депутатской должности будет принято на ближайшей сессии, которая состоится 23 мая. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.